МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Колышет березоньку ветер весенний, Веселый капель дозвонится звон, Как будто читает поэму Есень Про землю, в которую был он влюблен, Про белые рощи и ливни косые, Про желтые нивы и взлет жарлей. Любите Россию, любите Россию, Для русского сердца земли нет милей. Стихотворение Анжела выучила специально для районного конкурса чтецов, и это одно из ее влечений. Раньше их было больше. Любила заниматься танцами. Она занималась художкой, пианино. Ну, когда с мамой была еще. Потом я забросила учебу, как-то уже. До седьмого класса была отличницей. Сейчас Анжела, хоть и не отличница, к учебе тоже относится серьезно. Любимый предмет – биология. Особенно анатомия и тот раздел, что изучает фауну. Анжела у нас пришла в прошлом году. Пришла и сразу заинтересовалась в биологии. Она, видимо, еще до этого интересовалась этим предметом. И прям активно так начала работать на уроках. Прям понравилась. Думаю, вот с хорошими знаниями девочка пришла. Во-первых, она и экзамен собирается сдавать. В связи с этим она, конечно, готовится. Во-вторых, и предмет нужный ей, интересный ей. Поэтому сразу видно, что и оценки у нее хорошие. Нетрудно догадаться, что такой интерес связан с будущей профессией медицинского работника. Но в отличие от многих девочек ее возраста, Анжела выбрала себе достаточно сложную специализацию. Стать врачом, хирургом. Закончить девятый класс и пойти в медколледж. Потом, ну там четыре года учиться. Это среднее, ну, такое вот будет образование. Потом пойти на высшее. Вот уже на хирургическое отделение. Мальчик у нас порезался ему. Там перекись, немножко угота. Он так порезался, как-то у него кровь, получается, как бы фенозно шла. Она прям протекала. И вот я ему жгут наложила и винтово вязала. В свои 15 лет Анжела хорошо осознает, что ее будущие профессии требуют большой работы над собой. Если человек хочет добиться цели, он добьется. Если у него есть на это желание. Надеюсь, через пять лет у меня будет уже среднее образование. Техникум закончу. Уже буду на первом курсе в институте. И как бы надеюсь, у меня будет нормальный аттестат с техникум. Ну, наверное, буду работать уже. Быть на хорошей работе. Чтобы были хорошие дети, слушались. Хороший муж. Как бы вот так. Ну, вот как у всех. Для семьи надо сперва учиться. Потом уже на работу строить. А потом только личную жизнь, наверное, налаживать. Помимо хорошей работы семьи, для счастья Анжеле нужны друзья. К дружбе она относится очень серьезно. Считает, что, например, лучших подруг много быть не может. Но хорошее отношение нужно поддерживать со всеми. В детском доме именно так и происходит. Когда у кого-то проблемы, как бы из детского дома, то мы друг другу помогаем. Как бы у нас все дружно. Могут только поругаться мальчик с девочкой. Нет то, что девочка-девочка поругали, все. Послали друг друга. Нет такого. Только с мальчиком бывает так. Иногда позоримся и все. И то ненадолго. И то ненадолго. Вечером уже. Смотрим телевизор все вместе. С педагогами у Анжелы тоже полный контакт. Она уже в том возрасте, когда люди в состоянии оценить хорошее к себе отношение и искреннее участие. И следят за нами. Как бы спрашивают, кушали, не кушали. Ходили туда, не ходили. Как провели время. Как в школе. Вот так вот. По мнению помощника-воспитателя Светланы Крадиновой, Анжела будет хорошей хозяйкой. Она уже сейчас отлично ориентируется на кухне, умеет и любит готовить. Да, она вообще помогает, готовит. Чего помочь? А да, сходим туда, сходим сюда. Как бы девочка вообще молодец, способная. Еще бы как бы, ну учеба, вот все как бы. В этом плане у нее она молодец. Она как пришла, она уже как бы вот прям такая вот прям ласковая, вся нежная. Конечно, Анжеле еще многому предстоит научиться. И в плане практических навыков, и в плане отношений с людьми. Она будет рада, если у нее появятся старшие друзья. Чтобы он был хорошим человеком, чтобы с ним было хорошо пообщаться, чтобы он мог дать совет, что когда мне будет трудно, я могу ему позвонить, когда ему будет трудно, может мне позвонить. Как бы, чтобы так было, чтобы у нас были хорошие дружеские отношения. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru. Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова